всем привет дорогие друзья вы на канале о жизни в деревне без монтажа с вами виталя ну как вы видите дорогие мои сегодня мой роботун продолжается великий могучий у меня второй день выходных я их заслужила я их ждала с большим нетерпением вот второй день я могу посвятить своему участку вот как вы видите запустила бетономешалку что я надумала делать я вам пожалуй покажу и расскажу конечно же как-то в одном из роликов я намекнула что неплохо было бы иметь площадку под садовые качели площадке у меня такой не было и вот пожалуйста я расчистила небольшую территорию очистила ее от сорняков не закрывала агротекстилем не стала этого делать посмотрю что из этого получится понравится мне не понравится чтобы в дальнейшем уже применять такую технологию или в принципе отказаться от нее ну пойдет и так просто засыпала подушка из песка и укладываю искусственный камень искусственный камень как вы можете видеть я изготавливаю из цемента фасую в пакетики и укладываю вообще технология это не новая технологию я подсмотрела на ю тубе единственное на ю тубе используется не пакетики используется стретч пленка строительная но поскольку таковой у меня не было я взяла пакетики что могу сказать вот первую партию я мешала вручную уже уложила где-то месяц лежит этот уголочек все тут отвердела все хорошо я хожу топчусь но еще пакетики не везде снимала чем минусы в чем минусы в чем плюсы пакетики легко в пакетике легко фасовать цемент стретч пленку не знаю не пробовала мне кажется проще в пакетики накладывать его но от пакетиков вот когда их укладываешь остаются вот такие уголочки хотя если если уголочки поджимать вправлять вниз то вот уже последний рядок я вот тут укладывала принципе и можно постараться и сделать без этих уголочков так что дорогие друзья я тут упростилась и задачу взяла в аренду бетономешалку как вы видели намешаю сразу большую партию все не в руках таскать как я это делала в ведерочками это очень долго и трудозатратно большую партию намешаю раствора и ну сколько выйдет только заложу сегодня вообще хотелось бы полностью вымастить уже эту площадку ну что из этого получится конечно же уже не в этом ролике вы увидите а в одном из последующих и немножечко красоты финале ролика вот продолжает набирать спелость зрелость то ли ежи клубника то ли ежи малина это замечательная ягодка у меня руки в цементе простите он такая она классная какая она аппетитная да вы видите замечательная ягода тут цветет моя космея там какой-то вреднючий жучок или ест потихоньку вот так космея выглядит я же вчера друзья мои до ночи пока не стемнела пока не включила прожектора убирала последствия урагана оказывается мою настурцию которая растет в бочке просто выломала плети висели почему они пожухли разметалые листья по всему участку короче караул что было я бочку немножечко подстригла убрала поломанные листья ну дам ей еще один шанс возможно она оправится придет в себя подкормлю ее возможно все с ней будет хорошо сломала мне ветром гортензию вот это вот пинки винки уж сегодня обрабатывала когда эту комбу не до конца обработала так хотя бы чуть-чуть большего обнаружила вот здесь вот отломанную ветку вырезала как вы можете видеть и начеренковала я думаю сегодня у нас какое число по моему 9 наверное августом надеюсь еще не поздно черенковать гортензии но что будет то будет то есть она либо так либо иначе я бы ее потеряла что не очень у меня пили тут сидит не очень выглядит как-то нехорошо развивается на этом месте может быть его стоило посадить все-таки в ограниченное пространство в горшок плохенько как-то развивается медленно а соседки без названия вот этот мой вегетативный выглядит замечательно конфетти как я уже говорила устояла она была хорошо зафиксирована хорошо сжаток палки в общем здесь все без замечаний набирают бутоны подсолнухи медвежонок теди и среди них посмотрите какое чудо выросло это в какой медвежонок целый медведь видно вам один-единственный выдался из общего коллектива но зацвел самым первым уже ему спасибо за это такой вот первый подсолнушек но вот он достаточно высокий я так оцениваю где-то порядка наверное сантиметров 80 какая-то челка прилетела к нему ладно отойду еще шикарней стала лаватера вы гляньте какая она вау прям таким розовым пятном смотрится в саду нет крутое растение вот хоть и однолетних лаватера это круто а гляньте белая какая становится это вообще в разные невеста правда классно все больше больше открывается цветов очень нарядную цветы такие крупные вот сейчас середина дня где-то снимаю в районе обеда видно да что цветы все-таки чисто белого цвета розовинку в прошлом ролике это давал закат никакой розовинки вот у этого сорта нет лаватера данная чисто белая я укореняла в перлите в агро перлите черенки роз и уже их высадила в открытый грунт вот так вот притяни с горшочками не знаю вот это вот не очень мне нравится ну пусть сидит так в целом корешочки они дали кай сидят развиваются надеюсь у меня все получится будут у меня розы это плетистая роза тоже без названия но очень красивые у нее фарфоровые цветы если все увидит все получится потом вместе будем угадывать ее название не знаю и хозяйка сада у которой я брала черенки тоже не смогла мне назвать название данного сорта ну это не так уж и важно как я обычно говорю и соп выращенные из семян вот он уже заколосился уже мы видим цветочки а вот рядом у меня котовник котовник кошечка тоже сеяла семенами сразу в открытый грунт но пока еще не цветет котовник я планирую отсюда переносить уже на постоянное место душица вовсю цветет очень хорошо смотрится на фоне календулы то есть классическое сочетание сиреневая и оранжевая вот так на сегодняшний день выглядит мой грецкий орех напомню я посадила его прошлой осенью прикопав в горшочек в горшочке в землю прям в грядку перезимовал орешек прошел естественную стратификацию по вине по весне пророс вот так вот он выглядит на сегодняшний день я думаю его оставлю еще на одну зиму в этом горшочке а по весне уже буду пересаживать на постоянное место чтобы мне не говорили я очень люблю золотарник это дикорастущий золотарник он в этом месте оказался случайно залетел ко мне на участок я его оставила я конечно же буду за ним присматривать особо ему разбегаться не позволю вот я его связала чтобы он не разваливался в более компактно выглядит и мне кажется здесь рядом находятся сиреневые флоксы и вот в дополнение желтому золотарнику смотрятся замечательно ну и плюс моя баня которые до сих пор так и осталось не снесен добавляет шарма всей этой картине друзья мои я уже не могу смеюсь сама потому что ой наверно плакать бы начала если бы не умела потешаться сама над собой ну вот как видите до сих пор вот и ныне там баню так и не снесла ну еще не конец лета все-таки еще будет и сентябрь впереди я надеюсь как-то найти время найти человека все вот это безобразие убрать а пока показываю все как есть без монтажа что касается клематисов первый цветок показал президент вот он здесь у меня на моем обелиске смотрите как распушилась петуния а по прекрасная прекрасный лично мне очень нравится она навела порядок на этой клумбе тоже вот и вчера же все копалось копалось пока не стемнело как я говорила убрала отсюда лилейник помните я не могла понять что с ним произошло я его выкопала осмотрела корневище ничего особенного не заметила не подъедена не сгнившую я не знаю почему я единственно предполагаю может быть он слишком большой я его разделила на 4 части и планирую высадить в другое место а на это место я посадила крупнолистную гортензию крупнолистная гортензия но к сожалению без названия это наташенька твоя гортензия номер три без названия ну ничего страшного мне кажется она тут разрастется распушиться и будет очень хорошо смотреться в дополнение пересадила сюда некоторые колеусы убирала же вчера нас турции убирала петунии и колеусы вот с входной зоны тоже убрала мне кажется здесь они выглядят более ну более гармонично что ли вот на фоне кобеи на этой клумбе здесь они открылись зазвучали вот там они как-то потерялись интересный вот этот колеус друзья мои посмотрите обратите на него внимание вот если я не сказала колеус надо было вам погадать похоже на гортензию да я даже сама сегодня утром встала думаю боже а что это я за гортензию сюда всунула потом мама дорогая какая гортензия тоже колеус у меня такое это все семенные все что я выращивала из пакетика семенами ну вот так вот выглядит теперь это клумбочка обойду ее кстати сильвел сильвер доллар смотрю набирает бутончики я мелькаю в кадре ну никак не спрятаться от солнышка по-другому вот я думаю что это клумба теперь в полном порядке и вот здесь еще один колеус вот эту клумбу привела в порядок продолжают меня тут свистим лилейники посмотрите на эту красоту да здесь у меня росла розовая петуния убрала она очень неряшливо выглядела после урагана в общем все петунии петунии с клумб я убрала они раз лохматились растрепались стали очень безобразно выглядеть пересадила их в контейнер приживутся так приживутся нет так нет но она это место посмотрите вот один из самых нарядных колеусов я пересадила сюда замечательный конечно сорт и что немаловажно друзья мои камера вот в этом случае передает один в один цвет этого растения вот какой он есть как я его вижу поверх какой он и на экране ну вот пожалуй наверно отчиталась вам по своим выходным у меня заканчивает уже работать бетономешалка сейчас вам еще покажу кое-что на входной зоне и пойду заниматься мощением своей площадке под качели я считаю даже очень хорошо что я убрала отсюда настурции убрала вот эти петунии мало того что они были неряшливые они были еще слишком густо здесь посажены вот теперь открылись у меня клематисы теперь хорошо зазвучал голубой ангел вот он красавчик да прямо вот открылся давайте отойду и прекрасно видно вот эта клумба посмотрите друзья мои прошла всего лишь ночь вот он руран открывается но это еще не полное раскрытие подождем может быть к вечеру а может быть завтра я вам покажу какой же он потрясающий а на этом дорогие друзья я благодарю вас за просмотр напоминаю что вы были на канале о жизни в деревне без монтажа с вами была виталя всем спасибо и пока до новых встреч ух какой цвет аж в глазах рябит яркий яркий нет на камере он спокойнее гораздо на самом деле друзья мои вот этот цвет ну все хватит дурака валять за работу пока пока